Всем привет дорогие друзья автомобилисты, особый привет хейтерам, которые мне пишут в комментариях о том, что мне никто не задает вопросы, а это я сам их выдумываю. Я иногда показываю вам эти вопросы, которые я специально фотографирую с экрана компьютера себе на телефон, и потом вам зачитываю, ну, чтобы было понятно, что я не сам выдумываю их. Некоторые темы моих видеороликов, это конечно я сам придумываю, но когда мне задают вопросы, я и говорю, что это вопросы. И это в видеоролик не исключение, очередной вопрос от подписчика канала. Дима Ширченко. Здравствуйте, а что вы можете сказать про саленблоки амортизаторов? Например, когда в заднем амортизаторе отслоился саленблок, но стойка еще жива, их можно перепрессовать. Одни говорят можно, а другие, что ходить такие саленблоки не будут. Когда-то очень давно, когда у меня был Nissan Qashqa, я обслуживался у официального дилера, потому что у меня было 3 года гарантии на этот автомобиль. И по гарантии мне меняли амортизаторы несколько раз. В том числе, один из поводов для замены послужил расслоившийся саленблок, то есть отслоившийся от наружной втулки. Да, амортизаторы были абсолютно целые, но по их программе, если они видят, что вдруг отслоилась резина от наружной втулки или внутренней втулки, то амортизатор идет под замену. Таким образом, мне заменили задние амортизаторы целиком. Но это был случай гарантийный, если это случай не гарантийный, и вы не хотите новые амортизаторы покупать, а хотите взять, допустим, перепрессовать саленблок. Друзья мои, конечно же можно, а я скажу даже больше, нужно перепрессовать саленблок. Да, можно подобрать саленблоки по размерам, есть разные саленблоки для других амортизаторов, возможно, именно на эти амортизаторы отдельные саленблоки не производятся. Но это никому не мешает взять, подобрать другие саленблоки. Берете, выпрессовываете свои саленблоки, идете в магазины, там где есть запчасти, где можно посмотреть и повыбирать. Выбираете максимально приближенные к своим саленблокам, ну естественно, конечно, с запасом, если вдруг они уже подизносились. И меняете саленблоки на своем амортизаторе, друзья мои, конечно же, это необходимо делать. И будут они ходить у вас достаточно долго, по крайней мере лучше, чем тот, который отслоился, потому что если резина отслоилась, это как правило резина приваренная была, а там где резина была приварена и отслоилась, там уже будет сильное трение и соответственно они быстро выйдут из строя, вот эта резинка саленблока сама выйдет из строя, она сотрется и появятся люфты. Так вот, чтобы люфтов этих не было, вы перепрессовываете, именно жестко впрессовываете хороший новый саленблок и таким образом катаетесь. Да, он не прослужит возможно очень долго, но вам никто не мешает, потом через некоторое время опять же заменить его на новый, только не забудьте записать размер, чтобы знали какой заказывать в следующий раз. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте вопросы в комментариях, оставайтесь здоровыми, всем пока!